Причину возгорания в доме-корабле в эти минуты выясняют сотрудники отдела надзорной деятельности. Напомним, пожар произошел 2 июня в обеденное время. Огонь несколько часов тушили 49 пожарных, эвакуировано около 100 человек. Было развернуто три штаба пожаротушения, два из которых по спасению людей. Более 20 человек обратились за медицинской помощью. Двоих с отравлением угарным газом передали бригаде скорой помощи. В результате возгорания один человек погиб. И сейчас на связи со студией с места происшествия наш корреспондент Александр Матрёнин. Александр, здравствуй. Что уже известно о причинах пожара? Здравствуй, Павел. Мы находимся в квартире на седьмом этаже. Квартира номер 119, двухкомнатная, по адресу проспект Жукова 1. Именно здесь вчера начался пожар. Именно отсюда огонь пошел распространяться дальше по всем помещениям. Вы можете наблюдать, во всех помещениях выгорело все, что может только гореть. Посмотрите, ни одной целой вещи. Вот это, например, была плита, на ней готовили еду. От холодильника абсолютно ничего не осталось, просто какие-то очертания металлические. Вытяжка. Ни одной целой вещи. Алюминиевые батареи практически развалились. И самая интересная деталь того, что предполагают, что одним из виновников или виновником этого пожара мог стать сын владельца квартиры, 24-летний молодой человек. Бытуют такие слухи, что он наркозависимый. И когда он проснулся, он обнаружил, что между кроватями горит. Уже горит. Он пытался самостоятельно тушить. Это у него не получилось. В пожарную охрану он не сообщал. То есть пустил огонь на самотек. И пытаясь спастись, вышел на балкон. Вот вы видите, вот здесь вот балкон. Вышел на балкон и на высоте седьмого этажа он как-то смог перелезти на соседний балкон. Проник в чужую квартиру и там прятался все время, пока шло тушение. Только пожарные дознаватели, когда делали обход квартир, обнаружили его и смогли с ним поработать. Если говорить о причине возгорания, где находился очаг, давайте пройдем и посмотрим. Там была спальня. Электричества нет, ничего нет. Поэтому я хочу спросить у дознавателя отдела надзорной деятельности Александра Воробьева. Где находился очаг и как распространялся огонь? В ходе проведения осмотра установлено, что место первоначального возникновения горения обнаружено в помещении живой комнаты. В данном месте наблюдается полное выгорание внутренней отделки. Объектов вечной обстановки, мебели, копоти на стенах, что позволяет сделать вывод о том, что первоначальное возгорание происходило именно в данной комнате, после чего огонь начал распространяться по другим помещениям квартиры. Спасибо, Александр Николаевич. Павел, тебе слово. Александр, ну еще просьба, если это возможно, выйти в коридор и показать вот эти вот коридоры, вот эту вот хитрую систему, которая вчера доставила много сложностей пожарным. Хорошо, Павел, мы сейчас выйдем в коридор, покажем вам эту сложную систему. Здесь очень-очень все серьезно. Обгоревшие замоченные лестницы. Вы можете увидеть даже вот здесь, вот как штукатурка, вот. Вот одна из коридорных систем. Давайте я вам покажу. Вот сюда коридор. Направо коридор. И вот, посмотрите, какой большой-большой коридор. Посмотрите, и все закопчено. Решетки, двери, все закопчено. Сами можете видеть, по всему седьмому этажу закопчено. Павел, тебе слово. Александр, спасибо за такой подробный рассказ. Ждем у тебя новых историй. Напомню, это был наш корреспондент Александр Матрёнин. Другим новостям. Только спустя шесть часов медики сообщили мужу о смерти супруги. Трагедия произошла в Ангарске 28 мая. Минздрав уже начал проверку родильного дома. В перинатальном центре утверждает, что не знали телефонов родственников. Как сообщает Иркутск Медиа, информацию о трагическом случае появилась не в официальных источниках, а в интернете. Знакомые семьи рассказали в социальных сетях, что супруг узнал о смерти жены от потери крови лишь когда поехал в роддом, чтобы поздравить ее и посмотреть на сына. По неофициальной информации, судмедэкспертиза установила причину смерти. Женщина скончалась в результате врачебной ошибки. Байкалу осталось набрать 3 сантиметра до минимально допустимого показателя. По данным Енисейского бассейнового водного управления, уровень воды в озере находится на отметке 455 метров 97 сантиметров. Напомним, с начала недели Байкал прибавил еще сантиметр и минимальное значение составляет 456 метров. По данным специалистов, достигнуть этой отметки вода в озере должна к середине июня. На этом у нас пока все новости. Если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на нашу электронную почту. Ее адрес вы сейчас видите на своих экранах. Или звоните нам по телефону 33 13 28.